друзья всем привет с вами александр и я хочу с вами сегодня поговорить о премиум сегменте а вот самым настоящим вот ярком представители этого сегмента премиального это колясочка от компании cybox модель так метку название тесно прям четвертая версия была еще третья версия на максимально на нее похоже но слабые места той здесь соответственно допилили и она стала практически топчиком почти идеальной коляской на самом деле если есть возможность ее приобрести то недовольных на самом деле вы не увидите с этой колясочкой чтобы она их разочаровала здесь в принципе все очень здорово сделано и посмотрим мы ее с вами в комплектации именно три в одном я покажу вам авто кресло от компании тоже cybox cloud z версия чуть в конце наверно мы к ней придем и вы посмотрите в чем именно фишка именно вот той самой люльки для этой коляски вот мало кто вообще на рынке такое предлагает поэтому давайте приступим двух словах технические характеристики прямо немцы напоминаю год гарантия вес вот с этой люлькой у нас 12 6 принципе для такой вот серьезной коляски 12 6 килограмм а это абсолютно адекватно это немного с прогулочным блоком у нас 13 килограмм прогулочный блок кстати имеет регулировку по наклону 110 175 градусов 110 это вот прям классно спинка не завалена это вы увидите до пяти лет приблизительно с рождения соответственно коляску можно эксплуатировать ширина колесной базы кстати сразу пока не забыл 60 сантиметров вы не будете ограничены там в лифтах где-то вы не пройдете такой проблемы здесь нет и фишечка еще одна из многочисленных фишек этой коляски это большая большая по-настоящему большая люлька сейчас преддверии зимы это прям мега актуальность она размером 80 на 35 она еще очень глубокая напомню точные технические характеристики внизу в описании на магазин ферсбаки пройдете там подробно все все описано вот то есть к чему я говорю холодная зима особенно петербург ветер спокойно ребенок помещается здесь с меховым настуральные овчины конвертом который там вплоть до минус 30 градусов минус 40 по размеру вмещается ребенок прекрасно поэтому под запас пространство тут просто вот такой вот максимальный вес кстати выдерживает коляска 22 килограмма если что давайте начнем изучение с вами с люльки и напишите пожалуйста в комментарии нравится ли вам дизайн в целом этой коляски этой люльки вот то что очень многим коляска нравится не все могут себе ее позволить но хотят ее все и соответственно мне просто интересно мнение ваше как она выглядит вот красивая она это вот на премиально она выглядит или не совсем как по мне коляска очень дорого богато смотрится смотрите что касается люльки до большая красивая нарядная все здорово что мне нравится в плане зимы высокий бортик дополнительный козырёчек который вот так легко убирается и у нас получается от ветра мы хорошо защищены не надо искать коляску где вообще воздух не попадает лучше на балконе гуляйте воздух ребенку нужен и все-таки пространство должно быть утеплено уже не в трусиках папирсе там правильно соответственно закрыт ребенок очень хорошо удобная кстати транспортировочная ручка с эко кожа здесь имеется чтобы переносить все окей вот этот бортик кстати он держится на кнопках самый эффективный способ это кнопки потому что ветер любой пары ветра их не собьет магнитики все-таки это магниты они что мне супер мощный чтобы там не оторвать его вот липучки вообще рушатся самые эффективные это вот липучки смысле изнашиваются кнопочки это самое такое долговечное и самое надежное крепление регулируется все у нас очень просто как и во всех колясках в козырьке у нас есть вот такое вот удовольствие для ребенка можно устроить летом проветрить сеточка москитная чтобы все там дышала что мне еще очень нравится в коляске это способ крепления верхней накидки он на замочке и мы можем вот так вот откинуть и получается что у нас доступ к ребенку образовался и вот эта накидочка никуда не отвалилась и не упала она держится потому что мы не до конца открыли так что касается внутренней начинки это царские хоромы друзья вот такая вот кстати еще верхнюю изголовье есть такая подушечка сейчас поймете для чего она так опущу сейчас до конца вот собственно друзья здесь на вала место очень крупная люлька классный матрасик классные материалы все круто дорого богато сделано здесь вообще претензий нет а вот эта часть она нам нужно чтобы у изголовья дополнительно можно было прикрыть потому что у нас тут есть вот такая вот фишечка ребенок если вдруг любит на животе лежать а много детей любят на животе полежать есть вот такая опция открываем и он на животе смотрит и спокойно ему все видно очень прикольная тема а если хотите можно просто вот эту часть опустить под матрасик и дополнительно вот такой бортик вот смотрите вот вот так вот дополнительный бортик как бы организовать ребенку в общем как по мне прикольная фишечка кстати в третьей версии прямо вот это окошечко она была поменьше размером а здесь она полностью вовсю ширину соответственно глубину точнее говоря открывается и не переживайте когда закрыта здесь ребенку никуда не поддувает потому что здесь уже нет сетки там кармашек полностью закрыты в общем вот такая как по мне прекрасная люлька чтобы я снять здесь по бокам кнопки кнопки с памятью нажимаем и потом просто поднимаем вверх у основания 4 кнопки 4 ножки и мы не боимся соответственно ее куда-то ставить так друзья кстати из фишек вот сейчас люлька стоит у нас на адаптерах на переходниках на которые сразу же на них же ставится и авто люлька в третьем пряме было немножко по-другому поэтому так стало удобнее и вот эти адаптеры убираем потому что прогулочный блок у нас ставится сейчас его принесу прогулочный блок у нас ставится на свои соответственно прогулочный блок и по ходу и против хода ну само собой естественно это так все ставим еще если вам будет это видно надеюсь вы поймете чем я говорю когда мы регулируем по наклону прогулочный блок у нас чтобы 1 развесовка была правильная у коляски сиденье начинает я вот наклоняя сюда соответственно чуть-чуть двигается попа вот эта часть сидушка непосредственно вперед я поднимаю она сдвигается сюда ближе и тем самым у нас идеальная развесовка нам гораздо легче заезжать на паре бордюры поребрики кому как вот вот такая продуманная тема я такого даст если не помню что кто-то делал но здесь об этом тоже позаботились вот смотрите 175 175 градусов я говорил да по моему до 175 градусов практически ровно лежим козырек смотрим козырек у нас достаточно большой можно накидку на ножки одеть если вам будет не хватать конверт соответственно тоже зимой никто не запрещает прогулочный блок используют в общем все окей козырек сейчас уже с дополнительной секцией она выдвигается на замочке в этой секции у нас есть также как и в люльке москитная сеточка прикрываем и здесь у нас на магнитиках все плотно держится порывы ветра срывать не будут все окей вот так это все регулируется мягкие накладки у нас есть на плечевой зоне на паховой зоне и что мне еще очень понравилось что длина ремней регулируется точно так же как это реализовано в автокреслах тянем низу за петельку посмотрите и они затягиваются видите офигенно удобно привод круто не надо сзади лезть переставлять на растину понимаете там еще жесть вот так три секунды вопрос закрыт очень круто придуманным что касается также безопасности бампер как калиточка откидывается с этим все хорошо используется у нас эко кожа с классной прострочкой и на ручке и на бампере ощущение вот взял коляску все она дорогая вот классная коляска то прострочка прям вот прям классно вот так давайте сейчас перейдем немножечко к раме кстати вот по подножку я вам ничего не сказал вот таким образом она регулируется и самая нижняя часть подножки она пластиковая самое то чистить протирать мыть то вещь где не надо и какой кожи это не практично потому что замучаетесь так давайте теперь кроме перейдем рама у нас имеет возможность регулировки по высоте телескопический под любой рост можно подогнать у меня 186 недавно узнал 187 рост у меня кажется в общем мне большинство колясок подходят даже без регулировки высоты поэтому проецируйте как на себя напомню ссылка внизу в описании с точными характеристиками с высотой до пола с расстоянием поэтому имейте в виду вот ручка у нас регулируется телескопически что касается рамы и ощущений друзья здесь немножко как-то даже непонятно зачем про это говорить в таком классе очень все качественно все очень дорого сделано все металлическое все поломок каких-то вот в принципе упрямо это большая редкость если вы ее будете обслуживать смазать силиконовой смазочкой воды . я потом смазка силиконовой это безотказный автомат калашников потому что все всегда хорошо колеса у нас здесь не надувные резиновые и достаточно такие вот мягкие относительно конечно надувные с камерой мягче бывают но зато вы никогда не проколите таких проблем здесь нет естественно все блокируется если нужно какую-то неровность преодолеть видите на все амортизация здесь есть и спереди и сзади в общем тут на самом деле это все логично что она здесь есть и все очень хорошо багажник мне нравится здесь багажник потому что казалось бы так он закрыт он небольшой но мы просто берем вот так тянем видите здесь тоже из-за как уже вот эта ручка с диана не пожалели денег да и у нас открывается большой доступ багажник сюда хоть арбуз клади багажник действительно здесь с очень большим запасом все хорошо и его можно нагружать он крепко сидит и принципе проблем не приносит владельцам так обратно убирается смотрите что касается тормоза тормоз здесь самый четкий сверху мы и тормозим сверху мы и снимаем с тормоза все здорово так как складывается рама это мы посмотрим позже но хотя подождите давайте мы сейчас это и посмотрим с вами вот так вот опускаем вот собственно вот так складывается у нас колясочка ну я считаю для такой большой коляски адекватный абсолютно размер сложенном виде главное это можно сделать с прогулочным блоком и у нас есть удобная ручка для транспортировки встроенная в раму не ремешок хлипенький который боится что оторвется а именно нормальная человеческая ручка крепкая самое главное кстати здесь есть такая опция когда нам нужно подняться на какие ступеньки можем так сделать и как тележечка поднять очень удобная тема если лифта нет бывает там цокольный какой-то 5 ступенек там так раз 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 протащили очень прикольно так все давайте теперь поставлю сюда люльку и соответственно посмотрим что из себя представляет эта колясочка варианте три в одном чтобы поставить люлечку мне понадобится снова вот эти вот адаптеры так называемые которых на которых стоит у нас люлька обычная так по моему это все ставится да и cloud z самое классное как по мне автолюлька из ныне существующих не только по той причине что она такая вот красивая это все классно кстати расцветочка вот это чуть дороже чем обычная кстати если забудут добавлю ссылочку на эту на эту люльку на мир автокресел магазин самая фишка вообще люлька она безопасная это модульная система вы можете просто люльку взять машине ставить можете купить ее с базой из фикс использоваться с базой кстати а база на 300 сердца поворачивается люлька очень круто это у меня в обзоре на эту люльку это все есть вот классно то что вы потом когда откатали люльку на эту же базу берете группу 1 ставите в общем продумано все сделано и как кресло тоже но самая фишка то что мы можем делать вот так сейчас секунду не до нажал в чем смысл вот этой манипуляции то что мы можем выравнивать горизонтально если вы немножко в теме то ребенку нельзя в таком полусогнутом состоянии особенно первые месяцы его жизни находиться вот долго и многие хотят люльку ставить вот так на раму и так по каким-то делам ездить но не все понимают что так нельзя долго ездить а какая-то поездка плюс на коляске вы куда-то это все время в котором которая находится ребенок здесь в люльке и чтобы не вредить здоровью ребенка сайбок сделали вот такую опцию когда мы ставим ее на коляску только на коляску машине так сделать нельзя мы можем распрямить ее горизонтальное положение и гулять и сколько хотите вы не ограничены по времени поэтому как по мне это супер крутое решение и по безопасности очень высокий рейтинг самые вообще технологии которых только есть у сайбок все здесь внедрено вот как по мне вот супер крутой комплект три в одном да стоит как последний iphone все это дело но ребенок все таки не дешево сами понимаете и надо быть к этому готовым но это вот практически лучшее на рынке что сейчас есть естественно есть конкуренты кому-то что-то другое больше нравится но как по мне вот в таком варианте в нее нет конкурентов самый топчик самый жир плюс еще есть дизайнерские расцветки от джереми скотта если помните коляску от сайбокс прям золотыми крыльями это вот все они делают никто больше такого вот эффектного не производит еще кстати вот не максари колясочка тоже достаточно симпатично смотрится но это другая история друзья вот поэтому очень рекомендую если премиум сегменте смотрите изучите этот комплект приходите магазин 1 коляска 11 магазинов по россии все покажем все расскажем с ребеночком померить это все без проблем я думаю что вас не разочарует этот комплект а я лишь хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор колясочки автокресла для вашего ребенка и удачи на дорогах всем пока